Здравствуйте! Это программа «Наши тесты» и сегодня мы предлагаем вам первое знакомство Subaru Forester 2011 модельного года. Так официально именуется вот этот автомобиль. Честно говоря, при первом взгляде обновлений здесь немного. Вот эта радиаторная решетка, она выполнена в новом, более агрессивном стиле, до указателей поворотов на зеркалах. Но японцы не думают лукавить. Они откровенно говорят, что Forester 2011 – это большая основательная работа над ошибками. Собственно, цель сегодняшнего первого знакомства – проверить эту работу над ошибками и посмотреть на эти изменения, которых более чем предостаточно. Просто они все внутри. Интерьер Subaru хорошо узнаваем, он практически одинаков во всех моделях бренда. Вот эти вставки под металл должны символизировать крылья, потому что компания Fuji Heavy Endless выпускает также еще и авиационные двигатели. Но на самом деле вот это вот утолщение двери к основанию придает ощущение пространства. Тебе кажется, что в плечах гораздо шире, хотя на самом деле это всего лишь оптический обман. Пластик традиционно жесткий, нигде не проминается. Это вообще характерная черта японских автомобилей, как и довольно консервативная архитектура дизайна передней панели. То есть вот здесь аудиосистема, здесь климатическая установка, и вот здесь в прорези находятся бортовые компьютеры и часы. Обратите внимание на одно изменение, о котором мы уже в принципе упоминали. Здесь наконец-то появился раздельный климат-контроль. Правда, конечно, в качестве опции, но вот эти три неизменные кругляша, которые также есть во многих японцев, пропали. И теперь действительно человеческая климатическая установка, которая, в общем-то, должна доставить массу удовольствия. Давайте нажмем кнопку старт. И таким образом мы сможем увидеть, что здесь появилась новая мультимедиа-система с навигацией. Она двудиновая. Это, конечно же, тоже опция, как вы понимаете. Ну и теперь давайте обратим внимание на изменения, которые нельзя просто не заметить. Это комбинация приборов. Теперь она выполнена в красных тонах. И, как мне кажется, это действительно большой плюс, потому что то, что было раньше, мне лично очень не нравилось. Синие вот эти циферблаты просто раздражали. Что еще? Руль регулируется в двух положениях. Регулировка механическая. В общем-то, неплохо. Можно все подогнать под себя. Сидения кожаные, довольно обхватистые. Ну, есть боковая поддержка вот здесь вот. Есть электрические регулировки для водителя в нескольких положениях. Поэтому можно разместиться довольно комфортно. Из опции имеется вот такой подлокотник, который можно сдвинуть вперед, чтобы здесь покоилась рука во время расслабленного вождения вот в таком примерно стиле. Не очень удачное расположение кнопок подогрева сидений. Они находятся вот здесь, вот рядом. Если выдвинуть подлокотник, то их вообще не видно и до них не дотянуться. И самое интересное, что, ну, так было и в предыдущем автомобиле, что здесь находятся две кнопки как для водителя, так и для пассажира. Поэтому пассажиру придется тянуться к водителю, чтобы отключить или включить подогрев. Давайте посмотрим, что у нас для задних пассажиров. Как вы видите, дверь открывается широко, практически на 90 градусов. Проем очень большой и автомобиль не низкий, садится удобно. Попробую сесть позади себя. Стандартная процедура. Ну, колени касаются переднего сидения, но не упираются. Еще что важно, крыша вертикальная, высокая и человеку высокого роста здесь будет удобно. Здесь же видно все преимущества огромного люка. Для задних пассажиров имеется своя отдельная подсветка. Кроме того, вот здесь имеется такая опция в виде двух подстаканников с подсветкой. И помимо этого имеется подлокотник. Ну, все это может пригодиться, если сзади сидят двое. Диван довольно длинный. Скорее всего, здесь можно сесть и втроем. Но ремни полноценные, вот такие престижные ремни, есть только для двоих пассажиров. Ну, еще что важно отметить, с помощью вот этой кнопки можно регулировать спинку наклона дивана. У меня, с моей стороны, имеется точно такая же. Нажимаем кнопку, можно чуть поднять сидение. А можно провалиться, чтобы в дальней дороге немного отдохнуть. Ну, и, наконец, багажник. Прежние 450 литров. Удобный доступ, низкая загрузочная платформа. Вот такая вот простая шторка. Здесь внизу полноценное запасное колесо, что хорошо, особенно для нашей страны. Что стоит еще отметить? Пару крючочков для пакетов. Вот здесь вот, то есть можно повесить сумки. Какое-никакое удобство. Такие же крючки здесь есть пониже. Но у Субару есть еще и своя система раскладывания задних сидений. Нажимаете вот здесь вот такую кнопочку, и сидение проваливается вниз, образуя ровный пол. И все-таки самое главное обновление скрывается под капотом. Оппозитные моторы нового поколения, на разработку которых Fuji Heavy Industries понадобилось два десятка лет. Всего в линейке будет два обновленных бензиновых двигателя. Объемом 2,5 и 2 литра ровно. Последний будет самым массовым. Его мы сейчас и опробуем. Субару Форестер с двухлитровым мотором. Рабочий объем виг цвет 1995 кубических сантиметров. Максимальная мощность 150 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 198 ньютон-метров. Трансмиссия четырехступенчатая, автоматическая, с возможностью ручного переключения передач. Тип привода полный. Разгон с нуля до 100 километров занимает 12,4 секунды. Расход топлива при смешанном цикле составляет 8,2 литра, по данным производителя. Похоже, все-таки новый мотор действительно экономичный. Мы в этом убеждаемся в ходе наших съемок. В этом рыванном режиме, когда приходится постоянно останавливаться, оператору перемещаться на новую точку съемки, затем вновь стартовать, тормозить и все сначала, автомобиль расходует 13 литров на 100 километров. Как только мы покинули город и выехали на проселок, эта цифра начала неуклонно падать, и расход достиг практически 9 литров, что очень здорово. Помимо экономичности, японцы преследовали цель снизить токсичность моторов. Это самое главное. Ну и попутно повысить тягу на низах и средних оборотах. Сразу оговоримся, низов не прибавилось. Зато в районе 3-3,5 тысяч двигатель тянет заметно веселее. Давайте разберемся, что здесь нового. Главная особенность нового двигателя – измененный газораспределительный механизм с цепным приводом и поршневая группа. Так, ход поршня увеличен на 15 миллиметров. При этом диаметр цилиндра уменьшился на 8. Более компактная камера сгорания и измененный угол установки клапанов улучшил сам процесс сгорания рабочей смеси. Вот где экологичность и экономичность. Есть и другие изменения. Помимо двигателя учли пожелания владельцев по подвеске. Теперь с задней подвески применяются амортизаторы с другим демпфирующим клапаном. В передней – измененный стабилизатор, призванный увеличить жесткость автомобиля. Автомобили Subaru всегда отличались жесткой подвеской. Собственно, именно она во многом обеспечила прекрасную управляемость, которая сохранена. Сейчас японцы отдельно обещали подумать над тем, чтобы все-таки автомобиль был еще и комфортным, но при том же управляемым. Здесь, в Венгрии, дороги оставляют желать лучшего. Заплатки, какие-то ямы, колдобины – все это есть. И, к сожалению, это все очень хорошо ощущается. Но нельзя при этом не отметить, что автомобиль стал гораздо мягче. Наверное, вот сейчас мы едем по довольно разбитому проселку, и вы чувствуете, как трясется вот эта камера, на которой мы пишемся. Это то, что вы будете ощущать в данном автомобиле. Но скорость у нас сейчас порядка 50 кг в час, а дорога действительно в плохом состоянии. И на это надо сделать поправку. При одном цепи – большой стеклянный люк. Особенно будет интересно пассажирам и детям на заднем сидении. Эти штуки в японских автомобилях, в частности, в Форестрах, уже давно. Сам-то люк электрический, но вот шторка у нас есть механическая. Вот я, например, со своими длинными руками легко справляюсь. Если вдруг вышло солнышко, то я могу его закрыть. А представьте, что на моем месте человек не метр девяносто четыре, а метр шестьдесят пять, предположим. Он уже это сделать не сможет, ему придется останавливаться. Наше первое знакомство с обновленным лесником проходило в окрестностях Будапешта. Конечно, мы просто не могли отказать себе в том, чтобы прокатиться по этому красивому городу. Ведь еще раз напомним, теперь Форестер в том числе и горожанин. В городском потоке на Форестере тоже удобно. Высокая посадка, большая площадь остекления, это означает хорошая обзорность. Приличного размера боковые зеркала, узкие задние стойки. Все это позволяет себя чувствовать в городе в интенсивном трафике уверенно и безопасно. Что касается эргономики, автомобиль остался прежним. Как мы уже говорили, изменений существенных здесь нет. И здесь, если придираться к молочам, есть кое-какие вопросы. Ну, например, что меня смущает в первую очередь. Регулировка зеркал находится в районе левого колена. Воспользоваться этой опцией, безусловно, удобной во время движения не получится. Второй недостаток этого же узла. В темноте он не подсвечивается. Довольно удобный, традиционный, лаконичный японский трехспециевый руль. То есть здесь нет никакого перегруза по кнопкам, только все самое необходимое. Справа круиз-контроль, слева управление звуком магнитолы. Кроме того, европейцы могут получить такую баранку в базе из пластика. Но маркетологи знают, что в России этот номер не пройдет. Реальные пацаны предпочитают только кожу. Вот как здесь. Как вы понимаете, я просто не мог отказать себе в удовольствии прохватить по бездорожью. Тем более, что была официально предоставлена такая возможность. Как и на дороге, на бездорожье, рулится автомобиль весьма удобно. Нет никаких запоздалых реакций. Она послушно заправляется в повороты. Единственное, что на небольшой колее возникает некая неуверенность. Дело в том, что автомобиль стоит словно на рельце. В принципе, это характерно для всех. И вот выйти из нее или как-то грамотно зайти в поворот, здесь мне показалось гораздо сложнее. На больших пригорках и трамплинах, из-за того, что подвеска жесткая, приходится сбрасывать вплоть до полной остановки. Иначе есть риск просто клюнуть носом и пробить что-нибудь себе. Поэтому сбрасываем, останавливаемся и начинаем движение дальше. Ну, где в поворотах, на глубокой грязи срабатывает система ESP, вот как она похрустывает. Случается это, правда, не часто. В Форестере не появилось никаких электронных прибамбасов. Ну, например, при спуске у вас нет никаких помощников, только свои руки, ноги и, конечно, голова. В принципе, опытному водителю это не нужно, но, скажем, дамам не помешало бы. При подъеме в горку нет функции автохолд. Если вы остановились, чтобы тронуться на автомате, проблем особых никаких у вас не будет. А если на механике, то вот у конкурентов имеющиеся подобные электронные помощники здорово здесь помогают. Форестер так был, так и остался довольно лазучим проходимцем. И я думаю, в этом смысле новый мотор 2 литра уже неплохо. А если, как обещают, 2,5 литровый будет еще более тяговитый на низах, то это будет огромный плюс. То, что Форестер изрядный проходимец, мы знали и до этого. Версия на механике по-прежнему имеет пониженный ряд передач, который позволяет не только штурмовать приличное бездорожье, но и таскать тяжелые прицепы. Время требует новых решений. В четвертом поколении Форестер сам поднял себе планку, заявляя о себе как о кроссовере, а не о бюджетном универсале повышенной проходимости. Он словно приехал из деревни в город, а здесь вести себя надо по-другому. 2-литровый двигатель мало чем поразил. Налицо только экономичность. Тяги на низах по-прежнему недостаточно. С непривычки при трогании можно даже заглохнуть. Но, по словам инженера, для того, чтобы по-настоящему оценить проделанную работу, надо попробовать двигатель 2,5 литра. И это будет возможно уже через пару месяцев. Subaru Forester есть разряда вещей, которые называют добротными. Здесь есть недостатки. Кого-то может не устроить дизайн, комфорт, всевозможные и невозможные здесь опции. Но если вы покупаете автомобиль под конкретные задачи, в принципе, это вариант, над которым стоит задуматься. Безусловно, крепкая иена здорово под портфу продаж японцам в прошлом году. Но если учесть внесенные изменения, теперь Forester как продукт стал еще более выигрышным. Конечно, здесь есть еще один важный фактор – это стоимость автомобиля. Как только будет известна цена, тогда мы уже сможем прикинуть и конкурентов, и какие-то перспективы на рынке. На этом у нас все. Это была программа «Наши тесты». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова